Пасхальная радость продолжается. Она настолько велика, что еще много дней после наступления долгожданного Христового Воскресения мы от всей души поздравляем друг друга со светлым праздником, ликуем и славим Господа. В храмах совершаются по-особому величественные и торжественные службы. Одно из таких пасхальных богослужений в Церкови Святого Великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. Храм Святого Великомученика Дмитрия Солунского находится в историческом районе Коломяги на севере Петербурга. Он построен на пожертвование местных христиан и помещиков. Во время Великой Отечественной многие деревянные дома в Коломягах были разобраны на топливо, но этот храм сохранился и не закрывался даже в самое тяжелое время блокады. Летом нынешнего года Церковь отметит свой 110-летний юбилей. В истории храма архиерейское богослужение на светлой пасхальной седмице состоялось впервые. Службы первой седмицы после Пасхи совершаются с отверстиями царскими вратами, как образ гроба Господня, от которого ангел отвалил камень. И любой из нас может во всех подробностях наблюдать за священодействием. Традиционно, по завершении богослужения, миряне и священнослужители объединяются в пасхальный крестный ход вокруг храма. По окончании божественной литургии глава Санкт-Петербургской митрополии поздравил верующих с праздником Воскресения Христова и обратился ко всем с архипастерским словом. Сегодня все мы с вами пересловили особую радость и позвание, которые Господь дает нам в эти дни вкусить. И мы с вами тоже эту радость, как огонек горячий беречь, потому что эта радость может улыстаться. Отчего улыстает пасхальная радость? Не от того, что Пасха заканчивается. И потом, если она придется по радости в течение всего года, наша пасхальная радость, она может покинуть нас в том случае, если в свое сердце присутствует радость, начиная опускать какие-то страсти, пороги, грехи, и огонек ту жену, и уже потом вошлечь снова пасхальную радость. Трудно, надо год опять ждать, пока придет Пасха, пока пойдем мы с вами 40 дней поста, а потом снова радость разбирается. Поэтому дожди всегда беречь эту пасхальную радость как можно дольше. Владыка также напомнил слова Господа из евангельского чтения этого дня. «Я с вами во все дни до скончания века. Там, где Господь, там радость». Поэтому, если мы с Богом и будем за Него держаться, у нас всегда будет радость.